С чистого листа россияне смогут улучшить свою кредитную историю. В следующем году в России вступят в силу закон о квалифицированных бюро кредитных историй. Банки и заемщики будут получать доступ к сведениям об их кредитах по упрощенной схеме. Сократится ли число ошибок и неточностей после нововведения и повысится ли достоверность данных? Обсудим это прямо сейчас с генеральным директором Объединенного кредитного бюро Артуром Александровичем. Он на прямой связи со студией. Добрый вечер, Артур Артурович. Добрый вечер. В России с начала следующего года начнет действовать закон о квалифицированных бюро кредитных историй. И тем, кто решил взять кредит, получается, теперь не нужно будет рассылать заявки по разным организациям. Ведь будет создана единая база с информацией о заемщиках. Это так? Ну, честно говоря, не совсем. Это касается прежде всего того факта, что банкам можно будет обращаться только в одно бюро. Для заемщика ничего не меняется в этой ситуации. Сейчас на рынке действует 10 кредитных бюро, из них 3 крупных. И банкам для того, чтобы получить информацию, можно будет запросить информацию только у одного КБКИ. Позволит ли нововведение россиянам исправлять свой рейтинг заемщика, если он не очень хороший? Да, процедура сильно упростилась. Сейчас это достаточно долгая процедура. Банк должен обратиться к нам, либо обратиться в банк. По новому закону все сильно упростится, с одной стороны. С другой стороны, срок хранения данных сокращается с 10 лет до 7 лет. Это значит, что если у человека были какие-то проблемы 10 лет назад, то сейчас его история будет гораздо выглядеть лучше при 7-летнем сроке хранения. Кроме этого, бывали случаи, когда заемщик брал деньги в каком-то микрофинансовой организации, и микрофинансовая организация сегодня уже не существует. И мы просто так не могли исправить кредитную историю. По новому закону существует уже новая будет процедура, каким образом это можно будет сделать. 7-летний срок – это достаточно долгий период. И в жизни заемщика могут произойти разные изменения. Финансовое положение может улучшиться. Будут ли кредитные организации сейчас проводить его оценку, платежную дисциплину по более свежим данным? Безусловно, здесь надо для принятия решения банки использовать свои модели. Кредитное бюро оценивает вероятность дефолкта. Банки, безусловно, принимают во внимание наши модели, но окончательные решения принимаются прежде всего на основании его последнего информации. Его финансовое положение, его платежной дисциплине. И последние 3-5 лет играют самую большую роль в принятии решения. А поможет ли новый закон бороться с нелегальными компаниями, выдающими себя за бюро кредитных историй? Такие ведь есть? Ну, честно говоря, не очень много. Сейчас официально в реестре существует 10 бюро кредитных историй. Из них 3 – это большие бюро. Любой человек может на сайте ЦБ проверить, существует ли такое бюро или нет. И, по большому счету, вводится тот же режим, что и для банков. Если в слове названия компании есть слово «банк», значит, это банковские операции. Если в названии бюро есть бюро кредитных историй, значит, это бюро кредитных историй действует по закону 218 ФЗ. И для потребителей это, конечно, будет проще. Что ж, спасибо, Артур Артурович. Как россияне смогут улучшить свою кредитную историю, мы обсудили с генеральным директором Объединенного кредитного бюро Артуром Александровичем. Субтитры создавал DimaTorzok